Каждый день мы делаем примерно 10 тысяч шагов и с каждым шагом осуществляем давление на обувь. Поэтому наши туфли, сапоги, ботинки подвержены естественной деформации. Ремонт неизбежен. Специалисты фирмы Обувщик умеют работать так, чтобы их клиентам ходить было всегда удобно. Во внешнем облике человека обувь играет далеко не последнюю роль. В любое время года и в любом месте хочется, чтобы она выглядела безупречно. Для этого не обязательно приобретать каждому сезону новые сапожки или туфли. Достаточно привести в надлежащий вид уже имеющийся. И тут на помощь придут высококвалифицированные специалисты предприятия Обувщик. Здесь максимально сжатые сроки и по оптимальным ценам заменят набойки, поставят заплаты, сузят или расширят голенище сапожек, вошьют молнии, укрепят каблуки и подошвы. Спектр предлагаемых услуг в сети мастерских постоянно расширяется. Пошив обуви в небольших количествах, больше спортивной обуви. Так что в городе очень много предприятий, занимающихся спортом. Карты им в руки, пускай к нам обращаются. Мы рады помочь. Помимо всего мастерских фирм, можно отремонтировать сумки и куртки. А весь необходимый материал здесь подберут в соответствии с желаниями и возможностями заказчика. Услугами Великолугского предприятия Обувщик за многие годы воспользовалось не одно поколение горожан. С течением времени менялась форма собственности предприятия, но ремонт обуви оставался неизменно качественным. Обращайтесь за помощью в мастерские фирмы Обувщик. Проспект Ленина, 32, дробь 24, улица Ставского, 28, Ботвина, 9, Гагарина, 44, вокзальная, 40, Перелуг, Санитарин, дом 5, в районе Бани, Заречная. Конкурс «Я и пожарная безопасность» уже 8 лет. Проводится он среди четвероклассников всей Псковской области. Это и классные часы, и обучающие викторины, тестирование, защита тематических плакатов, игра по станциям. На последнем городском этапе конкурса побывал наш корреспондент Елена Свечникова и оператор Владимир Дмитриев. Три этапа конкурса «Я и пожарная безопасность» позади. У великолухских четвероклассников заключительное состязание. Соревнуются пять лучших команд города из разных образовательных учреждений. Ребятам предстоит показать театрализованное представление сказку на противопожарную тематику. В таком формате нужно продемонстрировать членам жюри все знания и навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. На сцене должно быть не более семи актеров. Время выступления также ограничено на все 10 минут. Оценивается постановка по шести пунктам. Уровень знаний, соблюдение тематики конкурса, новизна, художественное оформление и артистичность. Поэтому в жюри вместе с сотрудниками Госпожнадзора и МЧС представители культуры. Шалости с огнем, приключения, незнайки с огоньком. Вот некоторые названия сказок. Кстати, сами ребята их называют наказками. Лесные сказочные герои в стихах и песнях подробно рассказывают, что нужно и чего категорически нельзя делать в той или иной экстремальной ситуации. В итоге места распределились следующим образом. Третье место у кадетской школы, второе у гимназии. Высокий уровень творческих способностей и полное соответствие теме конкурса показала команда школы номер два. Теперь ребята будут представлять город на Ловите в финале областного конкурса «Я и пожарная безопасность», который пройдет в областном центре в апреле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в материале наших коллег ГТРК Псков. Каждый водитель в Пскове знает, где находится АЗС «Сургутнефтегаз». Наверняка не раз заправлял там свой автомобиль и, возможно, уже покупал билеты швейцарских скретч-лотерей. Билеты швейцарских скретч-лотерей успешно реализуются по всей стране от Калининграда до Камчатки. Выиграть может каждый. 122 тысячи россиян выиграли призовое топливо, а 78 стали владельцами новеньких иномарок. Любой житель Псковой области может выиграть новенький автомобиль, купив лотерейный билет за 50 или 100 рублей. На этот раз повезло Владимиру Пруцковскому из Великих Луг. Не зря он регулярно покупал лотерейные билеты «Автокуш» на АЗС «Сургутнефтегаз». Счастливчику достался автомобиль «Опель Мерива». Владимир, от имени интернашного внутрикомта поздравляем вас с победой. Мы честно работаем, чтобы вы честно поигрывали. В серии билетов, распространяемых на АЗС «Сургутнефтегаз» в городе Пскове и области разыгрывается 9 автомобилей. Вы верили в удачу? Конечно, в удачу всегда надо вериться. Я верил. В настоящее время, только благодаря билетам швейцарской скрэч-лотереи «Автокуш», проводимой нами совместно с International Lottery Company, можно приобрести на наших АЗС, то есть «Сургутнефтегаз», высококачественное топливо, и испытать свою удачу. International Lottery Company в партнерстве с компанией «Сургутнефтегаз» организовали прекрасную лотерею с солидным призовым фондом. Благодаря швейцарским скрэч-лотереям у каждого человека есть шанс проверить свою удачу и воплотить мечты в реальность. Спрашивайте билеты швейцарской скрэч-лотереи «Автокуш» на всех АЗС «Сургутнефтегаз». Выиграть может каждый. Попробуйте и вы. Конкурс интеллектуальных игр прошел в Великих Луках в рамках фестиваля «Студенческая весна». Среди высших учебных заведений самые эрудированные признана команда ВГСХ «Случайные связи». За победу игроки получили переходящий символ – сову. Да и сам городской фестиваль «Студенческая весна» не за горами. В сельхозакадемии сейчас идут отборочные туры. Репортаж Людмилы Евтихиевой и Владимира Осипова завершает сегодняшний выпуск. А в программе «Воскресный калейдоскоп» мы увидимся ровно через 7 дней в 18.30 на ДТВ «Рапид». Счастливо! Горящие свечи, проникновенная мелодия и трогательные стихи. Фестиваль «Студенческая весна» ВГСХ продолжается. Во второй день конкурса свои творческие способности демонстрируют агроэкологи и экономисты. Юля Бартыш после окончания музыкальной школы почти пять лет не садилась за фортепиано. Прикоснуться к клавишам подвиг конкурс. И руки сразу все сами вспомнили, говорит Юля. Я не в первый раз выхожу на сцену уже, но тем не менее волнуюсь, но во мне есть уверенность. И этому я хочу сказать спасибо своим друзьям, потому что я знаю, что им нравится то, что я делаю. Выступление ребят нравится не только сокурсникам. Творчество студентов Сельхозакадемии высоко оценку дают и члены жюри. Судейскую коллегию возглавляет Эльвира Степанова. Музыкальный педагог со стажем считает, что многие вокалисты вполне бы могли выступать и на большой сцене. Меня приятно удивило, что здесь есть звезды, и звезды такие значимые владеют мастерством вокальным. И очень приятно, что это бывшие выпускники музыкальной школы, театра Трубадур, они продолжают развиваться, растут в исполнительском своем мастерстве. Исполнительское искусство молодым людям помогает совершенствовать опытные учителя. В этом году с вокалистами в Академии занимается музыкант Дмитрий Петров. В числе его учениц лауреат прошлого фестиваля Ольга Шункова. Девушка отмечает, что занятия со специалистом – важный момент подготовки, а студенческая весна – замечательный опыт сценического и публичного мастерства. Возможность, в первую очередь, для студентов проявить свои таланты, показать, на что они способны. И я думаю, что я, как в прошлом году участвовала, и вообще каждый год я на пятом курсе заканчиваю уже. И поэтому могу сказать, что мне очень нравится этот конкурс. Танцевальная композиция, вокал, поэзия, в том числе и собственного сочинения, сценки студенческой жизни – все получилось ярко и креативно. Одним словом, талантливых ребят в Академии много. И хотя лауреата фестиваля объявят на заключительном гала-концерте, важно участие всех конкурсантов, потому что вклад в успех своего факультета внес абсолютно каждый. Редактор субтитров А.Семкин